Всем привет! Это подкаст «Что делать?». Новый сезон. Мы по-прежнему говорим про российский футбол, подсвечиваем его проблемы, оставаясь при этом оптимистами. И наш новый гость – тренер, функционер, телеэксперт и по совместительству легенда российского футбола Владислав Радипов. Владислав Николаевич, здравствуй. Здорово. Как ты себя определяешь сейчас? Как ты определяешь свое амплуа? Кто ты в российском футболе? В тупик сразу сходу, ты с козырей заходишь. Да как то? Это человек, который поиграл в это все. Ну, по крайней мере, разбирайся в футболе. Ты как себя определяешь? Ты все еще тренер, ты функционер, ты эксперт? Саша, всего по чуть-чуть. Всего по чуть-чуть. Эксперт – это тебе судить, наверное, какие-то умные вещи. Я говорю на телевидении, допустим, те вещи, которые должны быть интересны зрителям. Потому что говорить там мяч в восьмой зоне, в десятой или что-то, я думаю, что это неинтересно. Что касается молодежного футбола, то я с этим сталкиваюсь. Я советник генерального директора и смотрю очень много футбола. И с тем же Саршавой много разговариваем по этому поводу. С медиалигой связаны, опять же. Мы создали в прошлом году проект в Питере «Чистый Питер» команду. И это было очень непросто. Вот поставили ее на ноги, сейчас она функционирует. Насколько она функционирует, ну, наверное, надо прибавлять, но не все сразу. А, по крайней мере, в этой команде. Для людей, которые закончили футбол, есть возможность продолжить карьеру, зарабатывать какие-то деньги и искать себя в будущем. Это первое. Но потом привлечение какого-то... Дети ж многие смотрят медиалигу, да? Привлечение каких-то болельщиков для основной команды «Зенита», да и вообще для футбола в частности. Вот мы в этом подкасте много говорим как раз про молодых. И поэтому твое мнение нам будет очень ценно. И в этом подкасте мы пытаемся в том числе определить место нашего футбола. Где мы сейчас находимся. Вот в этом периоде без времени или, наоборот, в периоде возможностей. Ты, кстати, слышал, что недавно про тебя Властимил Петержелло сказал, что три игрока в его команде были достойны «Золотого мяча». Да, да. Один на троих причем. До сих пор вчера смеялись где-то. Кто-то это присылал. Мы все между собой разговаривали, что мяч-то пускай привезут уже, отдадут. Ну, хотя бы, да, распилят на троих. Киржаков, Аршавин и Радимов, он сказал. Ну, слушай, Петержелло хорошо к нам относился еще на то, что про «Золотой мяч», но все бывают шутать. Почему Радимов? Ну, вот как ты думаешь, почему Радимов вот в этой тройке оказался? Почему Петержелло назвал именно тебя? Слушай, на то время, давно было, 20 лет назад почти, когда он только пришел в команду, ему надо было на кого-то положиться. И он построил перестройку команду из таких ветеранов, кто-то там остался, те, кто постарше там были. Я да Саша Спивак, наверное. И вокруг нас, более старшего поколения, и привлекая туда молодых Быстровов, Денисов, Ласов, чуть постарше были Малафеев, Киржаков, Аршавин, он стал строить команду, плюс те чехи, которые пришли. Я думаю, что просто на том этапе сложилось так, что я поиграл уже в Испании, ну, можно было сказать, потому что был очень хороший опыт, который действительно мне помог, и помог будет, наверное, стержнем той команды, которая была очень молодая. В этом плане, наверное, он помог мне на том этапе, а я ему. Поэтому он и помнит. Сейчас просто, знаешь, когда ты пытаешься ассоциировать российского игрока с золотым мячом, это всегда немножечко выглядит натянутым. А то поколение, в котором вырос ты, здесь натяжки уже нет. И я думаю, что вот, ну, не знаю, пальцы двух рук понадобятся для того, чтобы назвать игроков, которые могли на золотой мяч претендовать серьезно. Слушай, ну, индивидуально были сильные футболисты, это факт, и претендарь, ну, из нынешнего поколения Аршавин, насколько я знаю, был номинирован. Да, Жирков был номинирован. Из того поколения, я помню, по-моему, Кончельский с Игоря Яков в свое время были номинированы. Сравнивать поколения, ну, это, знаешь, как можно говорить, что в то время вообще играли там, гутсы через голову надевали, мяч со шнуровкой был. Поэтому приезжать, что вот мы играли тогда, а сейчас, я думаю, не стоит каждому поколению в свое время. Просто хочется перечислить игроков из твоего поколения, или поколения чуть старше, которые были действительно суперталантовые, которые могли играть или играли на самом высоком уровне. Это было просто совсем недавно. Это было буквально 30 лет назад, и мы можем назвать, безусловно, Добровольского, Шалимова, Мостового, Кончельского, Кирякова. Мы можем назвать Радимову, безусловно, суперталантливого игрока. Можно назвать Клыванова. И этот список можно продолжать. Как ты думаешь, вот если тех футболистов, которые сейчас являются звездами РПЛ, поместить в ту среду, если поместить их, например, в ту сборную, в которой был ты, как бы они там выглядели? Слушай, тех футболистов, что ты перечислил, действительно уровень мастерства был высокий. Я, например, тренировался, играл там Аланерс Добровольским. Для меня это вообще уровень работы с мячом и видения поля в совокупности, наверное, выше я вообще не видел. А тех футболистов, там Шалимов. Включая тех, кто играл в Испании. Вообще, вот в своей жизни видение поля и исполнить это... Добровольский. Мы берем сейчас отдельные истории, да, не беру только работу с мячом, не беру в совокупности, что это можно на скорости делать, что там забивны какие-то качества, а именно видение поля и исполнить, вот эту передачу, для меня Добровольский был номер один. А что-то говорится, игроков, которые играли на высоком уровне в таких клубах, как Интер Шалимов, Кончерски с Манчестер, там перечислять, может, Кирьяков всю Германию покорял своими финтами, там, и проще-проще в Испании, сколько там Карпин с Мостовым, ты правильно отметил. То сейчас, ну, гораздо сложнее нынешнего поколения, наверное, и все-таки это как раз из-за отсутствия конкуренции, из-за того, что наши тем молодежные сборные не играют с европейскими сборными, и сложно сравнивать себя, это раз. А второе, что сложно переходить на другой уровень, ты не понимаешь свой, и ты думаешь, что ЭверПЛ это уже достаточно, все, я здесь король. У меня самое было то же самое, когда я, там, в 20 лет достиг здесь всего, я входил в тройку лучших футболистов, там, страны в начале 90-х, и уехал в Испанию, думал, что пойдет все как по маслу. Нет, такого не будет. То же самое для нынешнего поколения. Сравнивать не с кем, это самое сложное сейчас. И тот же критерий, там, еврокубковый, он показатель был мастерства футболистов, да, или, там, в лиге в Испанской играть тоже надо было доказывать все это, при том, что раньше играли, там, три иностранца могут одновременно быть на поле, ну, вот представь меня, из того поколения, помнишь, конкуренты были, допустим, Кили Гонсалес, Густаво Лопес, оба игроки сборной Аргентины, Тор Ракунио по Рагвайц, и Густаво Пайет у Рагвайц, допустим, но все игроки в своей сборной играть могут только три, да, одновременно. Конечно же, тяжело в этом плане конкурировать, но другого выхода у тебя нет, ты можешь только здесь сопоставлять свой уровень именно с этим мастерством. А сейчас гораздо сложнее сравнивать. Ты когда смотришь, например, на Батракова, да, смотришь на Глушенкова, ты видишь качество схожее с тем качеством, которое было у тех твоих партнеров по сборной? Ну, качества какие-то есть, но индивидуальное мастерство, но Глушенков, наверное, мог бы конкурировать в какой-то степени, но сравнивать, ты знаешь, в каждое свое время, я только что с этого начал, да, свои плюсы у кого-то у Глушенкова скорость, нацеленность на ворот, допустим, сравнивать его с нападающими у меня Колыванов, Киряков, Радченко, Бесчастных, Йоран, я продолжаю, ну, на каком-то уровне. Сказать, что он сильнее их, я не могу. Сказать, что он намного их слабее, но тоже какие-то качества у него есть. Смог бы он конкурировать, но это только в общей, наверное, тренировочном процессе можно было бы выявить, но уровень мастерства тех футболистов был космический, космический, я видел это своими глазами, больше того, я им оказывал сопротивление на тренировочном процессе, там, играл в одной сборной. Конечно же, другое дело, что сейчас кто-то будет смотреть программу, скажет, ну, что они выиграли? Ну, по большому счету, тоже будут правы, но мы же сейчас... Самые не футбольные вопросы были, да? Что бы они выиграли, если бы они поехали на чемпионат мира в 94-м, или все поехали на чемпионат мира в 96-м, ну, это был бы другой вопрос. Да, но мы сейчас сравним индивидуальное мастерство, вот в индивидуальное мастерство было высочайшее уровень. Ну, мы возьмем Колыванова, который в одном матче чемпионата Италии забил два штрафных, один с левой, другой с правой ноги. Мы только можем представить. Кто сейчас в чемпионате России так замок сделать? Да, или там Киряков, который делал похитрику, любой замах делал, там, по три человека падали штабелями в чемпионате Германии, он их возил. А там, перейти из Фоджи в Интер за запредельную сумму для Шалимова, который, может быть, не столько поиграл в Интере, но тоже конкуренция была там Берком, по еще кто-то, да? Да, Шалимов становился лучшим легионером чемпионата Италии. Ну, вот, я тебе пример приведу, Кончирский, в 96-м году мы выходим на разминку в матче с немцами на Аулт Траффорд. Он уже знал, что ты Влад. Да, да, он уже знал, да, уже он спросил, да. Не Дима я был. И, значит, выходим, а уже народу много, то есть, зрители из Германии, тогда не так много, не принято было много есть, были какие-то зрители из Германии, из России, основная масса из Манчестера, то есть, местные. Ты не представляешь, какой гу поднялся, когда объявили его фамилию, я вот так вот встал, знаешь, как вот в кинофильмах, там, тренер с Козловским или что, когда, знаешь, оглядывают себе трибуны. Вот примерно так же я прямо одурел от того, как они любят Кончеллу там, и какой он, ну, это же Олд Траффорд, это Манчестер, это же знаменитая история, знаменитая история, да, и он там тоже был на один из лучших. Поэтому мастерство сравнивать, ну, вот уедет сейчас Глушенков, допустим, или Батраков в Манчестер, добьются они того, что там есть, ну, спорная история. Вот уехал Захарян, здесь был звездой, да, в Реал Соседаде за целый год, ну, так и не нашел по большому счету своего места в стартовом составе, да, плюс сейчас от травмы хорошо поправилось, сколько потребовалось времени на адаптацию. В этом плане сложно сравнивать, вот второй год будет показателем, сможет он, наверное. Почему уезжать стало сложнее? Потому что, может быть, жизнь стала более сытая, футбол стал более сытым? Ну, это тоже, это тоже. Если ты здесь получаешь хороший контракт, там, я уж суммы не буду, ты, так знаешь, там, 2-3 миллиона евро, и ты здесь звезда, какой смысл туда ехать, правильно? Ты еще должен часто ехать на понижение. Да, потому что тебе, если дадут такую же сумму только в топ-клубе, а топ-клуб не факт, что тебя возьмет, поэтому для того, чтобы там заиграть, надо, чтобы совпало очень много, чтобы тебе предложили такие же деньги, как минимум, да, но это должен быть грант. И если они смотрят на нашу лигу, ну, да, на уровне чемпионата России, и ты показываешь хороший уровень. А чемпионат европейских турниров нету, а еврокубков тоже. Помни, как Аршайн, Жирков, Павлюченко, там, Беллидинов уезжали. Они показали свой уровень где, на чемпионате Европы. Аршайн и так знали, когда кубок УФА выиграли, да, но Арсенал сделал предложение только после того, как он блеснул на Еву. Сейчас как это сделать футболист? И все равно уезжал он достаточно тяжело. Ты помнишь, там целый сериал был с его объемом? Ну, это уже другая история, это уже какие-то деньги за него надо получать, команда вырастила и так далее. Ну, это уже совершенно разные вещи. Ты согласен с Глушенковым, который говорит, я не хочу уезжать в маленький зарубежный клуб, мне нужно большое предложение, пока его не будет, меня все устраивает здесь. Или ты придерживаешься точки зрения, что можно уехать в команду, вторую часть турнира таблицы, большого чемпионата, и там будет проявить себя для большого клуба из этого же чемпионата проще. Ты знаешь, ты обе вещи сейчас правильные назвал, можно так проявить, а можно ждать здесь предложения, но каждый выбирает, он Глушенков, допустим, если мы касательно его, то он взрослый человек, уже у него, насколько я понимаю, есть семья, да, там, ребенок, он сам должен принимать решение, какой ему лучше в этом плане. Показать, например, Кузяева, который был одним из лучших футболистов страны, да, играл постоянно в зените, окутанном там большинство легионеров, и его уважали там бразильцы те же, но играл в сборной в стартовом составе, получал хорошие деньги, он точно поехал на понижение контракта, но он захотел, у него есть мечта, поиграть во Франции. Была ли возможность, если бы он раньше уехал, ну, наверное, я бы сейчас думаю, что Кузяев играл бы или в Монако, или в ПСЖ, там, или кто там еще. А так, просто человек решил попробовать, и вот он принял такое решение. То есть, так же Глушенков, он не хочет в маленький клуб, но надо ждать, когда позовут в Большой. Позовут ли в Большой с нашей политической обстановкой, сейчас там вернемся мы в Еврокубки и сборные, не факт, не уверен, потому что демонстрировать все это надо только на таком уровне. Вот вся история. Поэтому наших футболистов мало, ну, вот Миранчук здесь был звездой в Локомотиве, да, брата, я имею в виду, а уехал только в Сьон. Ну, тоже не сам. Там брат Миранчука, который в Аталанте, по мне, кстати, казалось, я все время думал, что он незаслуженно там не играет, но по большому счету игроком, железным-железным стартового состава Аталанта, он тоже ведь не стал, да? Пришлось уехать в Америку, и как он, агент сказал, что он поехал туда зарабатывать деньги, что тоже имеет право на жизнь. В этом плане ждать, что тебя позовет Барса Реал или Барса Реал из Зенита без Еврокубков и без сборной на международной арене, я думаю, что это мало. Ну, если мы говорим про команды следующей волны, например, Сан-Себастьян приходит за совсем молодым игроком в России, и мне кажется, что интерес больших клубов в первую очередь связан как раз с совсем молодыми игроками, из которых можно еще лепить, которых можно быстрее адаптировать. Ну, я сам так уехал в 20 лет, меня забрали, причем когда уезжал в Сарагуз, я вообще не понимал, где я отхожусь. То есть, ну, сейчас ты можешь взять телефон, да, посмотреть, там, где находится Сарагуз. А я, представишь, прилетел, когда подписал контракт, прилетел в Барселону, меня встречают, я первый вопрос задал, а сколько нам ехать до Сарагуза? Ну, на карте, на бумажной еще можно было искать, ни языка, естественно, ничего не знал, сейчас хоть больше адаптация может происходить. То, что приглашают молодых футболистов, ну, логично, потому что можно адаптировать, и того же Захаряна еще есть время на адаптацию. Либо тогда это команды, там, уровня Сьона и прочее, куда уже, наверное, завершать карьеру. Миранчук, я посмотрел, 29 уже. Ну, и сам Миранчук, наверное, понимает, что уже в топ-5 уже не попасть. Ну, с другой стороны, опять же, это может быть трамплином для переезда в ту же Францию, потому что, насколько я знаю, к Антону интересы с Францией был, и там был политический момент, который не позволил прямой переход из чемпионата России совершить. Абсолютно верно. Есть такие вещи, которые мешают, но это не топ-команда. Это не ПСЖ было бы или Монако, согласитесь, потому что Миранчуку 29 лет. Путь Хозяева, Гавр, да, середина таблицы. Будешь ты рисковать, вот давай возьмем пример Гушенкова. Ты уезжаешь в условное Хитафи. Вряд. Ну, пойдешь ты из Хитафи потом в Барсу. Ну, теоретически ты можешь себя проявить, да, там и проявляют люди, а может и не получится. Ну, тогда тебе придется возвращаться или оставаться там командами ниже. Так и многие делают. Поэтому многие, я не хочу там критиковать кого-то, многие выбирают играть у себя на родине со своим языком. У меня здесь в семье комфортно. Я получаю там деньги, меня вызывают в сборную. Будем ждать, пока будут Еврокубки. Получится потом эта возможность попасть в зарубежные клубы? Я не знаю. Но наверняка условный Хитафи или там парин Кома из Италии. Кто там еще? Какой-то Волверхептон, может, ты пригласил бы сейчас Гушенкова. Но ты правильно говоришь, зарплата гораздо ниже. А вероятность того, что ты доедешь до Мачеса, Ренатриала или Интера, бабушка, на два, я сказал. Но тут всегда риск. Да, поэтому люди предпочитают не рисковать. Ну, там у всех семьи есть. Какой смысл? Ты уедешь туда, потом ты здесь, может, не нужен будешь. Или приедешь сюда, вернешься, но уже на другую зарплату с другими возможностями. Давай к Батракову вернемся. Феномен Батракова. Он играет в центре поля. Ты играл в центре поля. У тебя особенный взгляд на игроков этой позиции. А вот чем он так крут? Не рисуем ему фантастического будущего. Просто оценим то, что он сделал на этом этапе чемпионата. Первое – это Глушенкова. Батракова характер. Характер. Вот я пришел в локомотив. Здесь сейчас я главный. Я на этой позиции. Вы меня отсюда не сдвинете. Хочу играть. Я еще 10. Я сам, вот он сейчас 19, да, он начал играть. Я начал играть. Вот мне ровно стукнуло 18. И я за сезон в ЦСКА провел из 30 игр 27. Ну, там пропустим уж одну потратную пару по желтному карточку. Но я посмотрел статистику. И все 27 я провел стартом в составе. Вот меня как поставили в первой игре. Я забил. Я свое место никому не отдал. Вот примерно так же сейчас Батраков ведет. Я здесь главный. Дайте мне все мячи. Я хочу бить. Я хочу ассистировать. Я хочу быть во всех во всех комбинациях участвовать. Надо работать. Я и туда, и сюда. Везде успеваю. И доказывать свое место. И так должен вести себя любой молодой, который хочет играть в топ-куль. Ты считываешь это потому, как он ведет себя на поле? Да, да. Он принимает решения. Он атакует ворота. У него может и не получаться что-то. Он может ошибаться. Кстати, есть некоторые матчи, где он выпадает на тайм, что не есть хорошо. И над этим ему надо работать. А так вот именно то, что от него требуется, чтобы заиграть в такой команде, как локомотив, и стать ее лидером, он делает. И у него это все получается. И от этого отказываться нельзя. И не надо слабину давать. Дальше будет тяжелее. Я точно говорю. Потому, что и, во-первых, его манеру изучат. И жестче будут. И может не получаться где-то. И ты не будешь забивать там пачками подряд постоянно. Но через это тоже надо будет пройти. Но то, как он себя ведет, в совокупности, мастерство его, интеллект, мы это не касаемся. Правильно? Это так видно, очевидно, что он может и забить, и передать, еще отдать. А именно сам характер спортивный, наглый, который есть. Знаешь, у меня есть такая подружка, Аня Вяхерова, гонбалист. Я вспоминаю, это какой-то чемпионат мира, они в полуфинале проиграли. Кому-то не буду врать. Значит, они шли вровень, причем 30-30. Она забила, она обычно забила половину мячей, свои команды, условно, 15-ти она забила. И получается момент, что они, по-моему, один мяч ведут, или ровный счет. И она бросает, и не забивает, прямо из выгодной позиции. В следующей атаке соперник забивает, ведет один мяч, и последняя атака сборной России, чтобы сравнять счет. И она берет этот мяч, бросает, попадает в штангу, а не проигрывает. Да, она не забила, но характер спортсмена, ты представишь, какой? То есть, ты только что не забил, и большинство, тебе уверяют, 90% спортсменов, не взяли бы на себя ответственность. Она берет на себя ответственность, и даже дело не в том, что она не забила опять, а то, что она взяла на себя эту ответственность. Вот то же самое Батраков, он берет на себя ответственность, и в этом вообще замечательно. Если мы говорим про его статус, да, в этом чемпионате, это звезда по меркам чемпионата России, или это в абсолюте, да, в том числе, учитывая ту психологию, о которой ты говоришь? Ну, на данный момент чемпионаты России, и то, что там Галактионов говорит, давайте ему не петь дифферампы, я с одной стороны с Галактионовым согласен, с другой стороны, как эксперт, а ты как комментатор, мы не можем этого не замечать, правильно? Мы констатируем факты. Да, это есть здесь и сейчас, другое дело, что должен найтись, я думаю, что там найдется условный лазьков, который, если что-то произойдет не так, просто даст ему по шапке, и все остальное на свои места. Ты знаешь, да, эту историю, он его ведет с самого детства, они вместе с сыном Дмитрия были в одной команде, вместе занимались, вместе тренировались, буквально у лазьковых на лужайке. Да, да, я знаю, это, конечно. По меркам российского чемпионата, ну, Батраков действительно звезда, и он доказывает своими голами, ассистенцией, да вообще своим поведением на поле, такое явление, которое, в принципе, должно быть от молодежи, там, раскрываться в 21-23, но до сих пор, при всем уважении, там у меня хорошее отношение с Зиньковским, но в 28-29, он уже не молодой футболист, 27 уже, все считают молодым, молодой 18-19 до 20, и если ты, вот в этом возрасте, пришел и поставил себя, как Батраков, здесь я, и мне все равно, кто еще со мной играет, я еще 10, называй футтренер, кого хочешь, но я буду играть, вот так себя должен ставить молодой футболист, и честь и хвала Батракову, что он пришел на это место, и занял эту позицию, и попробуй его оттуда выбить. Круто, в том числе, возможно, это и происходит через подсказ старших, таких как Ласьков, да? Конечно, вот ты сейчас перечислил, допустим, я в 19-20 лет попал в сбор, в 18, вот ты перечислил конкурентов, там, на моей позиции, Шалимов, Добровольский, Цимбаларь мог в середине, кого хочешь там в середину, еще тебе наперечислил игроков, и я играл в стартовом составе, много игр, но, то есть, для того, чтобы выиграть, это надо было доказывать свою состоятельность как в чемпионате России, так и в матчах за сбор. И в тренировочном процессе, опять же, у Романсова не было такого, что у меня есть любимчик, он будет играть, вот, пожалуйста, тренировочное поле, выходи, доказывай. Я почему пытаюсь сравнивать в том числе поколения, и почему тебя спрашиваю про то, как ты видишь нынешний статус Батракова, потому что я пытаюсь понять, как в нынешней ситуации, когда мы замкнуты, когда мы не играем в Еврокубках, мерить уровень игроков, да, вот, не относительно чемпионата России, относительно чемпионата России мы видим, а в целом, ну, знаешь, как в FIFA рейтинги выставляют, вот, вот, как в общей этой массе, да, расставить рейтинги Батракову, Лушенкову и так далее. Я в FIFA вообще играть не умею, я знаю, что существуют такие рейтинги, как расставлять, нет, но относительно чемпионата России мы увидим их потенциал, я, то есть, как профессионал могу посмотреть, как он работает с мячом, как он работает без мяча, как он открывается там между линиями, как он там вбегает в чужую штрафную, чтобы замыкать, как он перекрывает зоны, которые наверняка просит тренер, да, все эти тактические, технические, но в первую очередь, я обращаю внимание, конечно, на работу с мячом, это у Батрака очень хорошая, жажда гола, да, и в этом плане у него очень хорошо получается, но сопротивление выше, я об этом говорил, то есть, здесь можно быть королем, а приехать там в условную Испанию, ты понимаешь, что один из, и вот там преодолевать это надо гораздо сложнее, в Еврокубках, одно дело, ты играешь с командой из Андорры, там, той же Швейцарии, или что-то еще, а потом, мы же видим все лигу чемпионов, такой уровень совершенно другой, это если ты играешь в какой-нибудь условной, там, Брест или Цервена-Звезда, а если ты попадаешь под Баварию, под Интер, под Милан, под Ливерпуль, совершенно другой уровень, и ты должен стремиться как раз к тому уровню, ну вот я когда вернулся из Испании, да, в Зенит, для меня намного многие вещи казались, что я их делал с запасом, потому что уровень и скорость игры в Европе, и в чемпионате России совершенно другой, то есть, у тебя потом, да, был легче, на полсекунды, да, на метрик у тебя было преимущество. Легче играть, конечно, во-первых, это к вопросу о Петерджеле, который салатый мяч хотел обручить, естественно, ему нужен был человек, который поможет, а если я еще играл в середине поля, наверное, мне легче было помогать всей команде, и саму Петерджелу, для того, чтобы дирижировать игрой, что и получилось. Ну, и Баварию, кстати, которую ты сейчас упомянул, вы и обыгрывали, но, правда, уже не с Петерджелой. Ну, да, я, кстати, не играл с Баварией. Потому что мы замкнуты. Уровень чемпионата России тоже мы пытаемся мерить по каким-то косвенным факторам, да. Без Еврокопка, как вы измерите, как тебе кажется, да, где мы сейчас находимся? Мы опускаемся и продолжаем опускаться. Мы поднимаемся, мы на плато находимся. Вот как это... Знаешь, в моем понимании это качество легионеров. Ну, вот, если сравнивать уровень чемпионата, вот давай возьмем качество легионеров. Ну, в Зените хорошее. В Спартаке Барка приехал неплохой, да, остальные все-таки пониже уровень объективного. В Краснодаре, ну, запредельно, наверное, Кортобо, да. ЦСКА уровень легионеров, я бы не сказал, но, может быть, защитник. Астральный защитник. Да, но все равно. А теперь сравним, допустим, средину двухтысячных. Домингес в Рубине. Потом Дани в Динамо. Вагнер Лав, Думбия в ЦСКА. И можно перечислять сколько угодно. И вот уровень легионеров, мне кажется, тогда был выше гораздо, да. И это как раз и делало чемпионат. Смотри, почему сейчас не едут сюда? Отсутствие Еврокубков. Обычная история. Конечно же, всем хочется играть в Лиге чемпионов. И клубы сами не зарабатывают сейчас от Еврокубков, от того, чтобы попадать туда, правильно? Поэтому если едут, то легионеры не самые сильные. А если самые сильные приезжают, то они выигрывают шесть чемпионатов. А чемпионат в 90-х, как бы ты оцениваешь, с которого ты уезжал? Ну, слушай, такая переходная история. Во-первых, стадионов не было совершенно, от слова, Исключительно через уровень футбола. Да, ну и не самый плохой уровень, потому что это же был бывший Советский Союз, который распался. Кто-то уже уехал за границу, но многие еще играли. Если сравнить нападающих, в каждом клубе были, допустим, очень хорошие уровни футболисты. И они постепенно стали уезжать. А почему я спросил про чемпионат 90-х? Потому что ведь в чемпионате 90-х как раз не было легионеров. И вот это та история, когда ты уровень легионерами не измеришь. Мы не можем сейчас поднимать уровень нашего футбола не через легионеров, а через своих. Да, ты абсолютно прав, но это кропотливая работа, которую не все будут выдерживать, потому что, ну, вот смотри, недавно читал интервью Токтамышевой. Если бы детскому тренеру платили так же, сколько я получаю за шоу, я бы работал детским тренером. Мне это нравится, мне нравится обучать. Но мне же как-то надо жить, сказала Лиза. Логично? Логично. Точно так же везде. Ты знаешь, мы приехали в один город, в Саратов, и там работал тренер, один бывший футболист. Я уж не помню его имя, потому что он там товарищ был, мы его знакомы. И вот мы с ним разговариваем о нашей тренировке у детей, чтобы ты понимал, в Саратове, три раза в неделю. Тренируются они на четвертинке поля. Свет включают в прожектора по диагонали, чтобы экономить. То есть, не все четыре матча, а две. И этот тренер, он тренирует, а в свободное время от тренировок работает охранником в торговом центре. Причем непонятно в свободное время от чего. Наверное, основная работа охранником, а дальше детей. Просто человек энтузиаст. Он приходит за ту зарплату, которую он назвал. Естественно, ему это не хочется, ему как-то надо кормить семью, ну вот и получается. Ну вот мы берем Саратов, это нормальный еще город, по меркам России. А если в глубинке, ну а условно Чита, вот мы летали здесь. Ну какой там детский футбол? И развивать, понятно, РФС, делать для этого все возможное, но это сложно сделать. Охватить всю Россию, тем более футболом, тем более в такое время. Действительно, существуют проблемы вывести сейчас футболиста. Плюс проблема, что нет дворового футбола. 90% мальчишек же не ходит. Ну давай возьмем сейчас без укора для детей, для нашей академии, вот Зенитовской, которую я тоже прошел лотт-дон. Я, допустим, 7 или 8 лет занимался. Сейчас и тогда основное было 10-11 часов тренировок в неделю. Берем 10-11 часов. И 90% не ходят во двор. Ну это действительно реальность, и как с ней бороться, я, честно скажу, не знаю. Но я в свободный свой выходной брал собаку в 10 утра. У меня выходной день. Я шел на коробку играть, вернусь домой на полчасика, съем какой-нибудь суп или какую-нибудь котлету и иду дальше играть. С 10 и до 10 вечера в воскресенье выходной день я играл в футбол. До 12 часов. Вот ты думай, ребенок, который занимается 11 часов, пусть 12 в неделю, в одной из лучших академий страны, где ему тренеры преподают, показывают, но это 12 в неделю будет лучше играть с мячом, работать. Или родимый, который 12 часов в день встречается с этим мячом и плюс еще занимается в этой академии. Но помимо этого я и так выходил еще во двор тоже каждый день. Ну, естественно, тот, кто больше касается мяча, тот, у кого больше часов работать с мячом, тот и будет лучше. Вот это мой совет, кстати, всем мальчишкам, вот не думайте, что в академии вам доставят. Да, тренеры стараются, да, они вам будут объяснять все, но если вы дополнительно сами не будете работать, ни хрена не получится. и спросите того же Батракова, пусть он даст интервью, сколько он играл на лужайке у того же Ласькова. И хорошо, когда есть компания. Вот мы на эту тему говорили с Алексеем Березуцким, и он сказал, что да, хорошо, если парень сам понимает, или девушка, неважно, кто занимается футболом, понимает, что недостаточно того времени, которое ты проводишь на тренировках, что нужно это как-то закреплять. Ну, или родители понимают это, и берут, забирают гаджет у ребенка из рук, ведут его на площадку, но он не сможет там играть один, да, а если площадка пустая, каждый день стоит, хотя еще 20 лет назад на ней играли дети постоянно, но ты не сможешь один долго, я не знаю, бить мяча в стену. Это тоже, это действительно минус нынешнего времени, но с другой стороны, каждый все равно решает свою судьбу. Вот смотри, у меня был пример. Я в последнем классе, который был перед выпуском, я не умел бить с левой ноги, и мне было так неудобно, потому что у нас ребята в команде с двух ног били. Значит, там, в каникулы я брал мяч, выходил в коробку один, там, днем в два-три часа, чтобы мне никто не мешал, ставил этот мяч и бил с левой ноги, чтобы научиться, вот поставили, ну да. Часа два я дубасил, это же не сетка с мячами, как сейчас есть возможность, я ставил один мяч, надо ударить, сходить за ним, прийти, поставить, и так часа два я дубасил по этому мячу, там, ну, я не буду брать целую неделю, но там, три-четыре дня я выходил, так и делал. Потом приходили мальчишки, мы играли, и я научился бить с левой ноги. То есть, здесь уже как, кто сам себя поставит, какие минусы. Понятно, что у одного есть талант, у другого его меньше, но если ты не будешь над собой работать, банальные вещи прописные, я говорю, да, ты все равно будешь меньше достигать в футболе. Поэтому, те же штрафные, посмотрели на чемпионате России, со штрафных мало же забиваются голы. Мало, практически нет. Ну, да, для того, чтобы забивать, должен их тренировать, я там вот немало забил, со штрафных, потому что я оставался, ставил стенку, ставил Малафеева в ворота, Кержаков, молодой у нас был, в том же зените, ставил и бил. Я, для того, чтобы вратари, которые растут, да, и пример приведу, и Сарагос, такой Мандрагон был со мной, Фарид, помнишь, колубийский вратарь, он уже был звезда, он стал, после тренировки мы оставались, и лупили по этим воротам, он просил там кучу ударов. Мариен, ты с помощью такой Фернандо был, мы с ним играли в Сарагосе, он остался после каждой тренировки, просил или партнеров, или тренера, я в том числе. Ему передачи делали перед пустыми воротами, и он слева, справа, там, лишних, там, сто ударов в пустые ворота, с трех-четырех метров наносил, там, навык забивания мяча. Ну, так и где Мариен сыграл? Просто никогда эта работа не бывает лишней. А если ты хочешь что-то отточить, закрепить, или там какой-то маневр, то тебе не нужен, вот сейчас я смотрю там передачу, аналитический отдел там одной команды, говорит, мы сделали из игрока там звезду. Да тебе кто хочет, что может подсказывать, если ты сам не придешь, и не будешь учиться, или отрабатывать тот или иной элемент, ты ничего и не добьешься. Ну, или добьешься, но все равно этот уровень будет ниже, нежели ты будешь больше работать. Ты, по сути, с 2011 года занимаешься молодежью в Петербурге. Ты был тренером «Зенита-2», ты был главным тренером «Зенита-2», ты сейчас являешься советником генерального директора в «Зените» по развитию молодежи. За это время лучший воспитанник питерского футбола, который появился, самый талантливый и самый реализованный. Это могут быть несколько человек. Кто был самым талантливым? Для меня они все равны. Самый талантливый? Самый талантливый как раз не заиграл, которого я считал, что самым талантливым. Не буду называть его. Самый реализованный? Ну, я думаю, что Козлов сейчас, наверное. Мне кажется, он далек от реализации. То есть, только начал. По самому талантливому, наверное, самый талантливый из всех, которые были, мне кажется, что это Козлов. А который вот сейчас начал реализовывать, ну, это москвичок. Но, кстати, вот опять же, про вратарей, да, разговоры сейчас заходят. Почему вратари появляются молодые у нас в российском чемпионате и во всех командах? Потому что они, вратарист, посмотришь, тренировки в любой академии, они работают больше всех. Они индивидуально работают с тренером. Как раз питерских вратарей сейчас и в премьер-лиге, и в первой лиге достаточно. Ну, они все работают с тренером индивидуально, поэтому они прибавляют, и не важно, да и в других тоже клубах. Вратари появляются российские, потому что очень много индивидуальной работы. Точно так же и здесь, вот то, о чем я раньше рассказывал, чем больше ты будешь индивидуально работать, тем больше ты сможешь проверить. Батракову, задайте вопрос, пожалуйста. Много он работал с тем же Ласьковым, показывал, много они играли на лужайке. Вот все. Сколько у него было, чел с мячом был, да, в день. Просто я думаю, что сын Ласькова сейчас не заиграл на том уровне, не знаю, играет он... Подожди, он пока в Химках и совсем молодой парень, 19 лет. Ну, я просто думаю, ну, 19 лет Батраков уже играет на уровне звезды. Просто я думаю, что сын Ласькова условно менее талантливый был, но он может позже созреть, да, а Батраков, добавив эту работу на той же злополучной или знаменитой лужайке Ласькова, вот он и играет сейчас. А если ты еще пользуешься советами, кого-нибудь, я тоже в детстве пользовался. Я когда попал в ЦСКА, мне там было 18 лет, я жил в одном номере с Валерой Брошеным, такой царства небесного. Он в свое время был для меня кумиром, в Ленинграде еще когда они чемпионами были. У меня вся стена перед письменным столом была увешана фотографиями тех зенитовцев. Сейчас я их всех знаю, могу с ними поздороваться. И вот я с Брошеным в одном номере, сколько он мне советов надавал, как принимать мяч, я все этим пользовался. Тарханов меня тренировал, мне показ Копейкин меня в свое время тренировал, такой нападающий, знаменитый, и все эти советы, если ты будешь принимать и не нужно пытаться отбросить, а нужно оставлять, ты когда-нибудь будешь прогрессировать. Чемпионство зенита 84-го, да, и вот эти идолы, которые для тебя наверняка были таковыми в твоем детстве, это была хорошая мотивация для совсем еще юного родимого? Это не просто мотивация, какая-то запредельная история была, я причем жил недалеко от базы удельной, и то, что я говорю, брал собаку поиграть, вот я приходил в этот парк, удельный, погоняем футбол, увидим, что тренировка идет с зенитом, мы придем, посмотрим, там можно было еще тогда, там забор был, как раз посмотрим на своих кумиров, Лорионов, Желудков в то время, там тот же Бирюков, Давыдов там, и посмотришь тренировку, все, как они тренируются, какие-то моменты, и дальше идешь гонять футбол. Тебе проще было ассоциировать себя с этой командой, да, и делать себе мотивацию пробиться в эту команду, учитывая то, что там были такие же ленинградские ребята, как ты? Это мечта была. Больше того, смене, наша раньше смена Газпром Академия называлась, у нас был такой стенд, висел при входе, выпускники школы в командных мастеров, ну, и в основном все лучшие выпускники были наверху, которые там в сборную, Серега Дмитриев, покойный, который на чемпионате Европы играл, сейчас сын играет там, где был, в Самаре, да, тот же Брошин, там, Желудков, все эти выпускники были, и у меня, знаешь, какая мотивация была, каждый раз, когда приходил, ну, естественно, тренировки, там, два раза в день, школа была рядом, мы, кстати, все учились в одной школе, 4-73, так как Быстров, Денисов, Аршайн, я, чуть раньше Соленко и Радченко, и когда ты заходишь в школу, и этот стенд висит, там, почетные, ой, выпускники в командных мастеров, у меня была мечта, чтобы моя фотография там висела, и я застал, представляешь, потом еще этот стенд там висел год-два, и мы фотографии туда повесили. Почему я об этом спросил? Сейчас не сложнее ребятам, которые в Питере занимаются футболом, как раз в том числе с личной мотивацией, с выстроенностью вот этих целей, потому что одно дело, когда ты видишь, что чемпионат выигрывает такие же пацаны, как и ты, на 10 или на 15 лет старше, другое дело, когда ты видишь, что чемпионат выигрывают легионеры или несколько игроков из других регионов. Я понимаю твой вопрос, наверное, не наверное, а точно было бы, конечно же, проще видеть своих петербургских воспитанников в составе, но поскольку этого сейчас нет, и цели другие, и преподаватели, те же тренеры, которые работают в академии, должны объяснять, да, ты не слабей, Клаудинь, ты не слабей, Борис, ты не слабей, ты должен здесь сейчас прийти и доказывать. Тогда ты только пробьешься, потому что, например, Батракова, если бы он пришел и начал подыгрывать, я думаю, что бы он осел в запасе. А поскольку он пришел и поставил себя, я здесь главный, он и играет. Так же и в академии должно быть. Мастерства, я же хожу, смотрю, и мы видим, что мастерства-то хватает. Но когда ребенок начинает ныть, и в «Зените-2» это часто сталкивался, ну, меня все равно в «Зенит» не возьмут. если ты так думаешь, тебя я не возьму. А если ты поставишь себе цель, ты сделай для этого все возможное, тогда может получится. А если ты и заранее уже в проигрышной ситуации, ну, поеду в Урал, ну, поеду в Оренбург, ну, поеду, может быть, еще какой-нибудь нефтехимик, Нижнекамск, оттуда начну карьеру. Ну, ты просто теряешь год, два, три, а дальше получится или нет, не знаю. так же, как Булшенков, уедет в Хетафи, пройдется, он говорил, нефа. Все равно детям нужен какой-то ориентир, да? Одно, то есть, какое-то время был Миша Киржаков в стартовом составе, да? Ну, и при этом говорим отдельно про вратаря, да? Все-таки вратарь немножко за скобками. Сейчас, вот я посмотрел специально, ты знаешь, сколько петербургских парней сыграло в этом чемпионате России за «Зенит»? Я думаю, Васильев один? Семь минут? Минута в матче с ЦСХ и паре НН еще шесть минут, по-моему. Я с тобой абсолютно согласен. И тут обманывать себя не надо, что, конечно же, если бы было больше петербургских воспитанников, то, конечно же, этот ориентир был более интересным для воспитанников. Тут что же говорить? Действительно, так я вспоминаю 2003-2004 год, когда там Быстров, Денисов, Власов пришли, молодые, сколько за них болели там сектора. Потому что они свои, вот рядом росли. Ну, конечно же, что тут скрывать и обманывать себя, когда свои играют, но это всегда более почетно и есть смысл к тому, чтобы стремиться. Ну, это действительно реальность. В принципе, если мы посмотрим на петербургских ребят, ну, как будто бы на топ-уровне не только в Зините, в других командах их стало меньше. Вот, кстати, когда я спрашивал про самого талантливого и реализованного петербургского воспитанника, я думал, ты назовешь Аблякова. Наверное, вот если говорить про реализованных, он сейчас номер один. вообще, как ты думаешь, действительно стали выпускаться из школ футбольных в Питере менее талантливые ребята, если сравнить с поколением, с которым ты играл, да, вот ребят, которые помладше, ты Денисов, Ашавин, Кержаков, Быстров и далее по списку, Малафеев, чуть старше, или, опять же, немножко не хватает доверия, не хватает вот этого перехода, да, в первую команду, не хватает, не знаю, может быть, Юрия Морозова, который несколько поколений звездных в Питере воспитал. Ну, начну с того, что Обляков, почему у меня вылетел Обляков из головы, потому что он воспитанник не Академии, он как раз смены, нет, он воспитанник как раз Шора, другой школы, больше стал с Обляковым, я тебе историю расскажу, значит, он был в дубле, по-моему, тренировал Игорь Семутенко, мы с Зенитом 2 были в одной гостинице, у меня не хватало игроков, матча, кубок такой был, кубок ФНЛ на Кипре проводился опять же, и у нас какой-то важный матч был, по-моему, с Шинником, четверть в финал, там боролись за победу чуть ли не в кубке, и Облякову усилить дали скамейку запасных, ему лет 16 было, ну, там минут 20 до конца остается, мы проиграем 1-2, я говорю, Ваня, давай сейчас выйди, он совершенно спокойно подошел, мы сейчас, кстати, с ним видели, вспоминали эту историю, вышел, мы сравняли 2-2, серия пенальти подходит, там ребята чуть были постарше, не чуть, но постарше, чем Обляков, и сразу серия пенальти, а там, ну, премиальный нормальный еще за проход, в воротах, по-моему, Васютин стоялся, ну, я их подзываю, говорю, кто хочет пробить, и вот стоит вся команда, и вдруг Ваня Обляков, я пойду бить, ну, и глядя на него, те, кто постарше, там еще кто-то назвали, пошли бить, в итоге мы серию пенальти проиграли, но Обляков подошел, и в 16 лет, придя в команду, там, один день потренироваешь, вот что должно быть, вот этот характер, который помог Ване туда попасть, поэтому сейчас, я даже завидую ему, с капитанской повязкой вышел, там, как бы пусил во Вьетнаме, и вот показатель того, что должно быть. Это же та же ментальность, про которую ты сейчас говорил, применительно к Батракову. Да, абсолютно верно, вот он лидер сейчас, вот ориентируясь, пацаны, вот на таких сейчас ребят, да, я здесь сейчас, вот Козлов, я говорю сейчас талантливый парень, талантливейший, да, и он показал это в Балтике, но одно дело, ты в Балтике играешь, где результат не нужен, а другое дело, ты приходишь, играешь в Краснодаре, который лидер, поэтому пока ты выходишь на скамейки запасных, но ты должен тебе 15, потому что тебе Мусаев доверен, ты должен выйти так, чтобы в следующий раз он тебе доверил 25, а может быть тайм, и только потом ты выгонишь кого-нибудь из состава, кого там убрать, которые доказывают и лидируют, но ты должен, закусив зубы, идти работать, другого варианта, тебя не будет никогда. И в итоге смотрим, да, сейчас на верхнюю часть таблицы, ищем игроков сильнейшей питерской школы, да, когда-то сильнейшей, и сейчас видим, что, да, есть Обликов, да, есть Круговой, который на ведущих позициях в ЦСКА, есть Козлов, который пытается выбить место под солнцем в Краснодаре, ну, Денисова можно вспомнить в Спартаке, да, но понятно, что там, да, не ведущий игрок сейчас. Ну, в Оренбурге играют, ребята. Ну, Оренбург, в Ростове трое. Да. Мало? Мало, ну, мало, действительно мало, и я думаю, что с помощью Аршавы, который сейчас там возглавляет, сколько-то, 4 или 5 лет, академия, на подходе, наверное, есть какие-то ребята, которые заиграют, но то, что объективно мало, конечно же, хочется, чтобы больше было. И в этом плане, вот я тебе перечисляю, основные вещи, ментальность, ты должен прийти здесь сейчас, сказать, ребят, как Батраков и Обляков, я пойду бить пенальти. У меня в ЦСКА так было 18 лет, там что-то не могли забить пенальти долго, я в 18 подошел, говорю, слушай, дайте мяч, я пойду забью, и забил, там забивал 3 или 4 подряд пенальти. Техническое оснащение, если ты хочешь быстро работать с мячом, и нормально, ты должен это дополнительно где-то заниматься, ты просто обязан этим заниматься, во двор, брать фишки, не знаю, в школу ходить, я вам ходил после тренировки, еще в спортивный зал, мы там в мини-футбол всегда играли, ты представляешь, то есть я должен отучиться в 8 утра приехать, там 5 уроков, 4 часа тренировок двух раз, приехать на автобусе, там час на дорогу потратить, приехать покушать, сделать уроки, показать маме, мам, все готово, и еще пойти час поиграть, там полтора в футбольный зал, где в мини-футбол играют, ну, и это мне помогло, я даже не скрываю, действительно, мне помогло работать с мячом, я действительно хорошо работал с мячом, правильно, но работал почему, потому что я дополнительно занимался, Аршава ходил во двор, да ходил, конечно, да и многие ходили, это нам повезло, что время такое было, но сейчас, если другое, вы все равно должны отложить там, какие-то вещи, и доработать дополнительно, потому что этого вам не хватит, то, о чем ты говоришь, чтобы быть на высочайшем уровне, а вы все же мечтают на высочайшем уровне, и чем раньше ты туда попадешь, тем это лучше, но то, что не хватает футболистов в академии, я думаю, что есть такие, которые сейчас, в ближайшем будущем, появятся, и туда, я надеюсь, на того же Козлова, который преодолеет, и будет в Краснодаре игроком стартового состава, Козлова еще сколько там, 19-20, Понятно, что сейчас нынешнюю ситуацию невозможно сравнить с 90-ми, да, и, наверное, вот та изоляция, в которой мы сейчас оказались, она сравнима, скорее, с 1930-ми годами, да, когда наша сборная играла исключительно с сборной Турцией, которую называли сборной Истамбула, но тут мы параллель не проведем, вот скажи все равно, как бы ты отнесся, будучи игроком сборной, если бы ты приехал на сбор, и за время этого сбора не было ни одного матча, это норма для игрока? Ну, я бы вошел, я бы понял, почему это произошло, потому что такая политическая обстановка, и так сложились вещи, но, с другой стороны, приезжая в сборную, играя против белорусов, забивая пять, против Вьетнама, где врата не может попасть по мячу, причем во Вьетнаме, против кубинцев, которые приезжают покупать бутсы, да, а с одной стороны, ты делаешь зрелище для болельщиков, полный стадион в Волгограде, это классно, другой, как футболист, я бы понял, ну, с кем мы играем, что это за уровень? Ну, это глобально не сильно отличается от открытой тренировки, да, когда ты играешь и выигрываешь 8-0, ну, полные трибуны, ну, и, наверное, какой-то тимбилдинг, да? Ну, это, скорее всего, и есть тимбилдинг, это, скорее всего, для прессы, что сборная существует, и это важно, действительно, понять, что она существует, это мотивация для игроков, которые все-таки попадают в эту сборную, я, правда, против расширенного списка в 58 человек, чтобы люди были мотивированы на чемпионате России, потому что сборная существует, туда можно попасть, это действительно такая важная история, и она должна существовать, но, в моем понимании, все равно, играть против Вьетнама в Вьетнаме, это гораздо хуже, нежели привести Вьетнам к нам и сыграть в условном Волгограде или в Саранске, где стадион проставят, чтобы собрать полные трибуны. Особенно, если вы в Вьетнаме в это время ураган. Это не счастье и не насти, которая совпала. Тяжело поставить себя на место тренеров сборной, тяжело поставить себя на место функционеров РФС, хотя, я не знаю, сборная Мексики играла с Валенсией, обсуждалась ли с Мексиканским футбольным союзом возможность сыграть в октябре, и обсуждается ли сейчас, например, со сборной Триндаты Табага или Гватемалы, которые выбыли из местного Кубка наций, и таким образом освободились на ноябрь. Обсуждается ли с ними возможность сыграть в ноябре, или все-таки нас ждет что-то более изысканное? Ну, все возможное, хорошее мы сыграли. Камерун, Сербия, да? Камерун, Сербия, Прагвай, к сожалению, сорвался. Ну, да. Нет, но согласись, лучше Триндаты Табага, чем Бруней, потому что мы хотя бы понимаем, что это люди, которые играют в футбол. Я думаю, что делают все возможное в РФС, они же тоже не дураки там сидят, понимают, что, наверное, Парагвай сильнее, чем Бруней, правильно? Ну, тут выбора не приходится, а сборная должна существовать. Вот и думай, как это выходить. С одной стороны, мы можем здесь смеяться, что кубинцы покупают бутцы, приезжают спортмастер, а с другой стороны, выбора все равно нет. Ну, надо с кем-то играть, чтобы сборная существовала, чтобы народ знал, что есть эта сборная, что она существует, и это действительно важно. Ну, я просто патовая ситуация. Еврокубков нет и не будет, я так понимаю, в ближайшее время, и на чемпионат Европы нас тоже не пустят. Это реалии. То есть, мы можем сколько хочешь об этом говорить, но если дойдет вопрос до обсуждения, там может быть 15, 20, 30 страны за, я, допустим, с испанцами общаюсь, они вообще не понимают, что происходит, почему мы не допущены. А условно, Польша или кто-то скажет, мы не будем играть, и мы не будем играть из-за них. Потому что они с нами откажутся. Так же было, когда допускали 17-летних. Ты помнишь, когда уже было объявлено решение, что 17-летние будут играть, и потом выступать в Великобритании еще несколько стран, и говорят, мы отказываемся принимать участие в этих турнирах. Да, так и было. К сожалению, это реально, и никуда от этого не денешься. Но этот уровень мастерства, как компенсировать, я другого выхода не вижу, как только возвращение в Еврокубку. Потому что, ну, ты так свой уровень никак не поднимешь, играют только в собственном САГУ. Мы это сами видим, чемпионат России. Легионеры, мы уже это обсудили, не едут, потому что нет в Лиге Чемпионов Еврокубка. Как быть сейчас? Каждая международная пауза все равно собираться, даже если нет матчей, и упорно искать соперника. Просто, может быть, делая акцент на домашний матч? На домашний точно. Я бы чередовал, там, условно, матч с Кубой, матч с Камеруном, если получится, матч со сборной клубов. Ну, интересно же. То есть, легионеры приедут, и он их сейчас мнение всех спрашивают, они говорят, ну да, интересно было бы, Нина там спросили. Бразильцы России, да, например? Ну, как вариант, не только бразильцы. Вообще, сборная клубов, там, сыграть и для них... Я думаю, что это надо создавать как раз продукт, который будет интересен и зрителям, и уровень сопротивления будет гораздо выше. Если нет соперника, надо ли собираться? Нет. Точно не надо. Восстаться в клубах и тренироваться. Если нет соперника... Такие сборы, как сейчас были, с открытой тренировкой, с мастер-классом для детей... Ну, объективно, давай, для детей хорошо, все, проверили, но это так же может любой клуб собрать детей и привезти, правильно? И показать, вот мы здесь тренировались. Ну, один раз в году ты это сделаешь. Ну, не будешь же каждый раз собираться только из-за того, что провести открытую тренировку для детей, там, 300 человек. Правильно? Ну, еще можешь в кино сходить. Я, кстати, с удовольствием схожу на фильм «Черенкова». Да, там очень крутой бескоп. Город хороший. Ты знаешь, мне, кстати, довелось играть против Черенкова. Один раз я вышел напротив него. Ну, может быть, и больше, потом я не помню на замену выходил. За дублирующий состав ЦСКА 92-й год в «Манеже Спартака» мы играли. И его отправили играть как раз за «Спартак». Он принял мяч спиной к чужим воротам, развернулся, метров на 40, дал такого пластера один в один. Кому-то нам забили гол. Я с таким открытым ртом стоял и думал, господи, как он это делал. Причем, я помню, ты рассказал эту историю и сказал, что ты не сразу понял вообще, что он сделал и зачем. Не сразу, да. Но по прошествии времени я разобрался и учился так же сделать. По-моему, как-то матч меня так же пользовался. Если говорить про Кубок России, ты вчера назвал позором то, что Родина вышла играть вторым составом. Ну, а как это назвать? Ну, это действительно факт, потому что Родина, смотри, я просто попробую разложить. Значит, есть президент, который любит футбол, который создает все условия для этого. Насколько я знаю, я знаю только поверхность. Значит, на сборы они ездят в очень хорошие страны, где тепло, собирают туда и первую, и вторую, и молодежную команду. Есть школа, которая... Но верхушка айсберга это главная команда. Значит, в главной команде делаются кучи замен. Пустой Сапсан-арена, куда больше приехало там соперника, болельщиков из Костромы, и ты играешь запасными, просто жертвуешь этим кубком, и ты во моих в них турнирах участвуешь. Нет. У тебя имидж команды должен быть, ты как-то должен выигрывать там болельщиков, привлекать их. Яркий пример Краснодара, который тоже начинался с нуля, да? У них не было ни болельщиков, они играли на остальном стороне. Посмотри, к чему они пришли. У них лидеры, пол Краснодара мечтает попасть на этот стадион, но если вы хотите развивать, а это и не популизм, тогда и занимайтесь нормально. А если вы пытаетесь обвести кого-то вокруг пальца, я назвал вещи своими именами. Действительно позор, такого не должно быть в российском футболе теперь и в нынешнее время. Тем более в нынешнее время. А если еще и скандалы возникают, матч с родиной, стулы, трехметровый офсайд, который все видят, кроме экспертной комиссии. Они со второй попытки признали все-таки, что был офсайд. Да, потому что их затролили везде и сказали, вы что делаете, все весь мир видят. Гол, фантом, который забивают ворота Енисея, ну любой человек скажет, что это не гол. Он засчитывает. Вчера даже, вчера чистый мяч, забитый Костромой, не засчитывается. Совпадение. Ну, понятно, что мы без доказательств ничего не можем сказать. Ну, хорошо, пусть это совпадение. Но все остальные-то это правда. Пустой Сапсан-Арена, болельщиков нет. Вторым составом против Костромы по всем статьям проигранный матч. Вы хотите выйти в премьер-лигу? Я вчера не поленился, полезно. На девятом месте ФНЛ. Ну, если вы один раз попали в стыки, там с седьмого, восьмого места, когда отказались все, и Оренбург там не прошел, и Алания не прошла, как она, регистрация называется? Стадион у них не готов. Да. И вы попали в стыки, то это не означает, что вы в большом порядке. Хотя, с другой стороны, Краснодар так же попал, да, там из второй лиги вышел, из ФНЛ, в премьер-лигу, но Краснодар пошел дальше развиваться, а вы остались. Сколько они существуют? Лет пять точно существуют. Поэтому я сказал, назвал свои вещи своими именами. Либо вы занимаетесь нормально, занимаетесь своим делом, делайте продукт из этого, чтобы привлекать зрителей. А если просто пустая Сапсан-Арена, идите сыграйте, и все, ну, кто-то это не делает. Это обман. По делу сказано, но хочу вас заострить твое внимание на другом вопросе. Вот смотри, возьмем абсолютно другую игру, гораздо более статусную по афише. Вчера Торпеда играла с Балтикой. И тоже мы видим, по сути, резервные или полурезервные составы. У Торпеды ни одного совпадения по сравнению с матчем с Балтикой, который они играли в первой лиге. И вот ты знаешь, о чем я подумал? Там еще интересный момент был, там Андрей Талалаев ушел на трибуну. Его не было ни в технической зоне, ни на флэш-интервью. То есть, не было ни одного из двух тренеров, потому что Олег Коннов был дисквалифицирован, а Талалаев ушел по своему желанию. И я подумал о том, что, возможно, это реакция клубов на нынешний формат. Они понимают, что они не заработают больших денег, потому что в пути регионов нет таких премиальных, как в пути РПЛ. Они понимают, что с нынешним форматом они не пройдут далеко, у них практически нет шансов выйти в весну, потому что от первой и второй лиги, от всех дивизионов второй лиги выходят только четыре команды и 12 от РПЛ. У них практически нет шансов, даже если они выйдут в весну, там за что-то бороться, потому что на тебя постоянно сваливаются новые команды сверху, вот это двойное выбывание. И за что тогда бороться? Они выставляют второй состав. Или как Кубань детей вообще. Абсолютно верно, я с тобой согласен. И если этот формат еще первый и второй год был интересен, команда бороться, мы помним, Макрон дошел до какой-то там стать высоко, то сейчас действительно многие этим жертвуют, но я с этим в корне не согласен. Поэтому и пустые трибуны, поэтому люди и не идут, понимая, что будут играть вторые составы, и никакой там условно, торпеда влетела вчера 0-4, Балтика, абсолютно по делу, хотя и Балтика-то играла практически вторым составом. Но здесь что-то надо менять уже создателем Кубка, потому что дальше это не пойдет. неинтересен просто турнир регионов, если раньше принимали. Это мое мнение, знаешь, как надо делать, что команды ниже классов, чтобы принимали команды из премьер-лиги на своих стадионах. Тогда это будет интерес к Кубку, и тогда заполняемость будет. В Услонный Ульяновск приезжает Зенит, конечно, полная требования. Я сам помню, мы с Зенитом приезжали или в Читу, или в набережные Челны, биток был. Для того, чтобы посмотреть, приехали живые Аршайн, Гержаков, Малафей. И это происходит в этом формате Кубка только в четырех городах максимум, да? Потому что только четыре команды из низших лиг могут дойти до матча из премьер-лиги. Ну вот, вот как-то надо разнообразить. Я думаю, что Кубок, это все-таки, особенно в нынешнее время, он должен затрагивать всю Россию. Ты как сейчас чувствуешь? Интерес в стране к футболу падает, растет, остается тем же? Ну, меньше он не стал. Все равно свой чемпионат люди любят. Я относительно себя могу сказать, что когда там перерыв на сборную, я очень переживаю, что нет чемпионата, потому что мне нравится. Я знаю многих людей, которые действительно следят за чемпионатом России и смотрят его. И есть те же Обликов, Круговой, Киржаков, Караваев. Свои звезды, которые играют в нашем чемпионате и за ними следят. В этом плане я не думаю, что падает интерес к футболу. Он мог быть выше, но в свете тех причин, которые происходят, конечно же, они мешают. Это тоже объективно, реальное в нынешнее время. Ты знаешь, мне кажется, получается очень неоднородно, потому что мы видим матчи с полными трибунами, хотя в чемпионате их очень немного и по понятным причинам. Понятно, что по найди не работает на посещаемость. Есть другие объективные факторы. Но мы видим аншлаги на матчах сборной, мы видим аншлаги на кубковых матчах некоторых. Но при этом, например, недавняя встреча ретро-матч в Питере и полупустые трибуны на 3000-м стадионе. Ты играл тогда, на поле выходил. Ты не был разочарован тем, что даже 3000 вот такая игра не собрала. Слушай, но каждому матч свои объективные причины. Здесь матч должен был составиться на другом стадионе. Перенесли его буквально за день и никто не понял, как переехать. У меня даже семья-то не поняла, почему вы не играете на Петровском, а туда, а как купить билет. Это объективно. Я думаю, что больше, конечно, народу пришлось заранее знать. Падает интерес. Зрители меньше ходят на трибуны, но это зависит от того, как работают со зрителями. Допустим, на «Зенит» я прихожу, хороший, крытый стадион. Тебя приглашают, развлекательная программа, ты можешь сходить с семьей. Да нет того виража, который отказался сходить, это факт. То есть, у них свои мотивы, у них такая принципиальная позиция, от этого никуда не деться. Но ходят другие люди, которые там семьями и заполняемость абсолютно нормальная. На «Спартак» он ходит. Тут зависит вон, я смотрю, очень много и афиш по городу висит. И люди ходят. Если это уютно, комфортно и плюс развлечение, что же шоу делают? В Испании так делают и везде привлекают зрителей. А если на это на все забить, как мы сейчас видим в Химках, вторые составы и никого нет или на родине, то и не будет ходить. Но в этом плане надо дорабатывать, мне кажется, с РФС уже, с клубами, а там обязать какие-то программы, чтобы привлекать зрителей на стадион, а не так, как для галочки. В Сочи игралось три матча Чемпионата России. Там одни начали в 12, другие в 4 и третьи в 7. На одном стадионе, потому что хоть где-то было поле. Но сейчас не 90-е. 20 лет, 30 лет прошло на всех. Спасибо, что смотрите. С вас подписка, лайки, комментарии. Напишите, кого хотели бы видеть в гостях в ближайших выпусках. Традиционное спасибо за гостеприимство Пабу Тризла и жены. Ну и, конечно, за техническую поддержку Симплспорта. 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 Симплспорта.